всем привет привет всем привет привет мы сегодня слова снимаем необычное для нас видео раньше я снимала подобные видео пробовали разные продукты из разных стран а для вовы это впервые как бы он согласился сняться в этом видео я не знаю почему потому что нам отправили посылку блогеры такие же как и мы эстония анна то есть она и антон из эстонии я когда вижу эстонию хочу автоматически сказать эстония анны и не знаю ну вот настолько уже привыкла мы договорились с ребятами что мы отправим посылки мы отправили им из казахстана продукты они нам отправили из эстонии продукт здесь у нас полная коробка разных продуктов а также они отправили нам открытку женя вова и сара большой вам привет и обнимашки от эстонцев а не антона и кошек и ай 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 а ай ай давайте вам приступим у нас здесь много еды открывай вов что это вишня вишня forest лесная весна я вишня или черешня клюква или клюква cranberry и починить ricин чипсы из клюквы самолета у нас есть самолета летает частный частный самолет давай пробуем пахнет органически потом мы все должен тоже пробовать принимать очень крутая штука кисло кисло потому что клюква сама по себе кислинка но мне очень нравится но вкусно вкусно и полезно это органика спасибо ребята прям даже косточки чувствуется здесь написано на английском и на эстонском да ты понимаешь по эстонски нет можно я еще одну съем это нам за место обеда чтобы знали я не сказала что никакой еды не будет сегодня в обед я что-что призывали на пробовать еду вкусно вкусно спасибо мне тоже понравилось это что это что-то шоколадное или или просто на хлеб обычный похоже на хлебцы я часто сижу на диетах с семечками с семечками сухари может и шоколад вода если что есть запить спасибо хлебцы да сухари из черного хлеба с семечками вкусно салюты фейерверки я часто сижу на диетах разных и люблю разные такие вот полезные органические штучки поэтому хлебцы в самый раз спасибо вам ребята вова конечно не сторонник здорового питания но я да он свининка с капусткой кстати здесь на русском написано квашеная капуста со свининой на русские дела представляете макнита да вот так хлеба мне кажется надо было разогреть зачем свинину можно и холодную кушать здесь еще пировая каша есть это давай нападай прикольно если разогреть будет очень вкусно да мне нравится прикольно хорошо в этом живете не говорит оси оси-пофея это ложь чипсы из оси слабосоленые свиные шкварки. А, ну это ты любишь, да. Получается, в Испании едят свинину, да? Конечно. Они еще какие-то надутые. Это как чипсы. Ну. Смотрите. Кстати, с пивом в самый раз. Может, пиво принесли? Нет. По третьей стихс. Картофельные спички. Картофельные палочки. Палочки, да. Тоже хочешь понюхать? Вкусно. У нас тоже такие есть. Можно салат делать с ними. Но у нас таких нету. Нету? А может и есть. У нас помельче порезанные. Делают гнездо глухаря салат из него. Классно. Вкусно. Но это все к пиву. А, ребят, что пиво не прислали? Кстати, интересно, вкусное пиво из Солнца? Я думаю, да. Картофельные чипсы со вкусом сметаны. Прям запах сметаны сразу пошел. Ммм. Прикольные такие чипсы. Тоже вкусно. Сладкая. Это чай. Кстати, мы пробовали, да, этот чай. Очень вкусный. Он из липы. И здесь на русском языке есть. Листья смородины, листья лесной малины, ягоды шиповника, листья мяты, листья яблони. Кстати, для Сарочки. Потому что рекомендуется детям в качестве дополнительного питания. Представляете? Да, это для Сары прислали. Спасибо большое. Приятно. Какие-то прикольные сухарики в виде чашечек. В них можно что-нибудь накладывать. Мне кажется, это завтрак. Икру можно туда накладывать. Может, это сухой завтрак? Икру черпать. Угу. Угу. Это натуральный. Наверное, завтрак сухой. Мне кажется, даже творог можно вот так накладывать и кушать. Сметана. Вкусно. Варенье возьми себе. Прям вот это. Это штучка? Черпалка, да. Это черпалка для варенья. Это облепиховое варенье. Красивое очень. Ммм. Вкусное. Кстати, очень полезное облепиховое варенье. Угу. Кстати, это варенье из, по-моему, вот этой твоей любимой ягоды. Как оно? А вон рус-рус. Морошка, морошка из морожки. Варенье из морожки. Прикольно. Сейчас как раз осень. Хочется пить чай с вареньем. Спасибо, ребята. Монус Майус. Монус Майус. Это, наверное, сарь. Смотри, кукурузные шарики с ирисом. Кукурузные шарики с ирисом. Мы откроем, потом сарь отдадим. Да, мы попробуем, просто скажем, как оно. Сутишение ночи у них есть. Ой, они, по-моему, знаешь, в ирисках. Такой торт даже делают. Смотри. Это воздушные кукурузные палочки в ирисках. Вкусно. Печеньки называются Таллин. Обычные печеньки, как раньше. Вот такие. Кстати, пахнут очень прикольно. Нет, это не такие. Это вкуснее. Я раньше из таких печенек делал бутерброды. Намазывал сюда варенье. Масло, да, и варенье. И вот так ел. Ты знаешь, где такие продают? В сувенирах, вот когда через Дьюти Фри едем. В круглых банках. Вот такой вкус похож. Вкусный очень. Ампустик. Ампустик. Батончик с яблоками, корицей и овсянкой. Это типа протеинового батончика. Это вот в поход можно его с собой взять. И в школу детям можно взять. На велике, когда катаешься. И на работе, типа перекус. Здоровый перекус. Мне он такие нравятся. Я люблю такие. Мне тоже. А вот там пустик красный. Прикольно. Корица чувствуется. И хлопья овсяные. А здесь с ягодами и овсянкой. А это тоже вкусно. Прикольно. Теперь шоколадка. Шоколадка с тыквенными семечками. Первый раз вижу такое. Сара приедет, обрадуется. Наш пигуон с семечками. Прям много семечек на дне. И шоколад горький. Наполнено. Наполнено семечками. Это не молочный шоколад. Это горький шоколад. С тыквенными семечками. Я такое люблю. Обожаю просто. Потому что это не вредно. Это полезно. Да. Очень полезно. То есть не так уж и вредно. Если хочется сладенького, то горький шоколад можно покушать. Сушеный ревень. Сушеный ревень. Ты ревень ел? В детстве у них такие огромные стебли. Я ела. Варенье сейчас не варят. Как щавель кислый такой же. В чем растет? На огородах выращивают. Вот прям вот такой стебель. Видишь? Давай вырастим у нас огород. Такой крупный. Давай. Мы хотим... У нас там огород сзади. Мы хотим весь огород горохом зацепить. В следующем году горошек. Я просто люблю молодой горошек. Кстати, прикольная штука. У них вот такие лопухи большие. Он кислый. Да. Вкусная. Вкусная штучка, да. Ну сладкий опять. Мне нравится очень сладкая. Ну с чаем попить. Полезно же. Вафлю будешь? Это, наверное, чисто эстонские вафли. Но я старалась отправить чисто казахстанские продукты. Вот то, что делают в Казахстане. Каматавель. Каматахвел. Каматахвел. О, это молочный шоколад. Это ты такое любишь. Женя любит шоколад. Ты же любишь. Кто вчера ночью ел шоколадки? Я не съем. Я подфильм люблю. По-моему, с кофе. Да, вкусно с кофе. Дай, дай. Растяжетка. Вот это самое вкусное. Какой-то не очень. Шоколадьер. Вот это должно быть прикольно. Да, это вкусно. Вот это класс. Вот такое мы любим. Это с марципаном внутри. Еще, по-моему... Нет, я больше не буду. Сам ешь. Давай, у нас осталась последняя шоколадка. Последняя, но не в последнюю очередь. Я наелась. Линглюмин. Похоже на птичье молоко. Прикольненько. Кстати, вкусное. Птичье молоко такое, как раньше было. Третье. А мы зайца не пробовали. Это, надеюсь, не свечка. По-моему, он из марципана. Заяц из марципана. Вот, заяц. Это на первом месте, это на втором заяц. А это на третьем. Органические батончики? Да. У меня на первом месте, наверное, варенье. Одно из двух. Мне оба очень понравились. Облепиховая, наверное, и так побольше. Затем мне очень понравились вот эти клюквенные закуски, чипсы. Они просто кайфовые. Кислятельно. Очень вкусно. Я люблю кисленькое такое все. И на третьем месте ревень, ревень. Вот, ревень мне понравился. Можно вот пить чай. А что, типа, тебе то, что я выбрал, ничего не понравилось, да? Нет, твое тоже понравилось. Ну, вот мое, у меня как-то свое. У тебя свое, понятно. У меня своя точка зрения. Вот, что мы еще не говорили. Забыли. Таллин называются. Конфетки. Конфетка Таллин. Между прочим, вкусно. Она тоже с каким-то ромом. Вафельная. Вкусно. Мы отправили, да, чисто все казахстанское. Курт отправили. Курт, да, тоже. Так что, ребята, если вам интересно, я под видео оставлю ссылку на канал Ани и Антона. Они тоже сняли видео с нашей посылкой. Думаю, вы все знаете этот канал, потому что он очень популярный. У Вовы тоже есть собственный канал, на котором он выкладывает влоги, наши путешествия. Там уже достаточно много видео. 16 или 17. 16, да, как бы. Вова снимает совсем с другого ракурса, то есть со своей точки зрения. Сзади. Со стороны. Сзади. Очень прикольные видео, многим они нравятся, так что я ссылку на наш канал влоговый оставлю тоже под этим видео. Спасибо, Антон и Аня за посылку, очень приятно. Очень вкусно. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.